Сегодня мы хотим провести встречу, которую я уже анонсировала на нашем канале. Она посвящена расследованию уголовного дела. Речь идет о гибели осужденного Александра Брагина в колонии номер 10 в городе Чусовом. Обстоятельства этой истории буквально напичканы странностями. 33-летний Александр Брагин прибыл в колонию номер 10 14 октября 2021 года. По закону он должен был пройти двухнедельный карантин. Однако в обход всех правил Александра вместо карантина отправили работать на пилораму. Спустя четыре дня на промзоне ему отрубило голову. Мне звонит его гражданская жена. Галина Викторовна, вам звонили? Я говорю, кто? Она говорит, из колонии. Я говорю, по поводу. Она говорит, Саша совершил суицид. Это не суицид. Это убийство. И вот 4 августа этого года было вынесено постановление о прекращении уголовного дела. И само по себе, конечно, вот это решение, которое принял следователь, оно вызывает недоумение не только у потерпевших, но и вообще у всех, кто знает об этом деле. А это, в общем-то, было очень резонансной историей. И освещалась она не только на местном, да, региональном уровне, но и на федеральном уровне, то есть многочисленных СМИ, на телевидении. И вот спустя, скоро уже два года будет после этого, после этой чудовищной смерти, да, мы на сегодняшний день опять имеем ничего. Поэтому нам, конечно, очень хотелось поговорить и понять, что происходило на протяжении этого времени и что произошло в результате с мамой погибшего Александра Брагина. Галина Викторовна, добрый день. Здравствуйте. Галина Путина. И с адвокатом потерпевших. Здравствуйте, Наталья Владимировна, Наталья Бахрева, которая вот на протяжении всего этого времени очень активно работала, очень неравнодушно и близко к сердцу, принимая эту историю. Начнем мы, наверное, с того, что, напомним, когда произошло это событие. Это у нас был октябрь 2021 года. Как раз, ну, исходя из материалов дела, у нас дата все-таки 18 октября, но есть основания достаточно серьезные полагать, что все произошло раньше, ну, как минимум, да, 17 октября. И вот мы узнаем о том, что на пилораме, то есть в промзоне этой колонии погиб осужденный. Притом не просто, вот, как у нас часто, к сожалению, эти ЧП происходят, да, суицид, повешение, либо там из-за недвижащего оказания медицинской помощи. А здесь вот приходит такая информация, такое сообщение, что человек сам себе отрубил голову. То есть вот тот шок и ужас, да, наверное, вот его все тогда испытали, потому что, ну, это уже как-то было вообще за гранью. Это было 18 октября. Это было 18 октября, это был понедельник. Вечером пол, восьмого вечера. Вы попытались сразу же, да, связаться с... Ну, мы домой пока доехали, это получился час в дороге, пока приехала. И вот буквально, ну, говорю, где-то в 11-м часу я попыталась дозвониться до самой колонии, то есть до начальника, до замка начальника. Начальник колонии Македон мне не ответил. Ну, там через коммутатор, получается, соединяют, дали телефон конкретно, кто сообщил. И вот я дозвонилась до Тупицына, представилась и спросила, что случилось. Он положил трубку вот так вот, ходит ногами ширкой, ты кому-то там, говорит, что ей говорить. Так ты мне что-то скажи уже конкретно. И неконкретного ответа я вообще не дождалась. Просто кинули трубку и все. Больше никто со мной из колонии не разговаривал. После этого вы поехали туда, да, спустя какое-то время? Нет. У нас даже никто не сказал, что туда приезжайте. Нет. Вот я дозвонилась потом до Морга на следующий день, до Терентьева. Я говорю, когда можно его забрать, тело? Он такой, в пятницу. Я говорю, почему в пятницу? Завтра, вторник, среда. Я уезжаю в командировку. Я говорю, в какую командировку? В деревню, что ли? Там трупов вскрывать. И в итоге мы только забрали его в пятницу. Я считаю, что в это время он все выждал, чтобы как-то все равно это все убийство скрыть. Мы зашли туда в морг. Сидит эта женщина. Ну, не в сам. Ну, тут где документация у них. Я у нее спрашиваю, мы вот за тем, за тем, где нам его забрать. Нам таким, там, идите, забирайте. Я говорю, где там? Я что, здесь каждый день? Обойдете? Эта девушка мне вот отдала документ свидетельства о смерти. Ну, справку вот эту, потому что была пятница. У них так же, как везде, регистрация происходит. Она говорит, то, чтобы быстрее съездить туда, к ним в ЗАГС, и там оформить вот это вот. Мы заходим туда, где у них этот холодильник, так называемый, видимо. Дверь вот так же, дверь на растопашку. Заходим. Тут еще какая-то дверь. И сюда поворачиваем. Там у них холодильник тоже все на стеже открыто. Там восемь трупов лежит. Вот. Бери любой, заходи. Тут горелый, тут два горелых. Брат у меня постучался в ту дверь, и вышел у этого Терентьева. Помощник, что ли? Он говорит, так вы хоть выйдите нам, объясните, где он, как забирать его, что. Там в углу в мешке лежит, забирайте. Терентьев к нам не соизволил выйти, хотя он там был. И его помощник тоже. И вот мы вдвоем с гражданской женой, мы зашли в этот холодильник вдвоем. И там такой проход. Входит только гроб. Тут пакет черный был, и второй пакет черный был. На тех, на всех были паспорта лежали. Все они открытые были, вот так вскрытые. Здесь вообще не обозначено. На Саше было, ну так, мы скотч налеплено, браген. Все. Мы положили его в гроб, и сами, вот я открыла сама вот этот пакет. Я говорю, а голова где? Голова там, сбоку. Она в пакете была, сбоку эта голова. Я сама достала эту голову. Сама ее перевернула, она была ко мне затылком. Сама рассмотрела. Но только единственное, что вот я вот тело у него не рассмотрела, потому что для меня это был шок вообще, вот шок. Меня трясло вот так вот. Аня стояла как вкопанная, даже шевелиться не боялась. Все убежали. Сама представила, положила на место сюда голову. Там не знаю, кто подошел, но у меня был шок. Муж или кто я. Говорю, одежду несите какая, я сверху положу. Потому что нам его невозможно было достать, невозможно было посмотреть его во все тело. Так бы мы увидели, какие на нем есть побои или что-то еще. Я просто пощупала вот так вот его руки, ноги пощупала. Как бы оно все здесь было, вот голову, то, что из пакета из этого достала, из-под пятерочки зеленого. Тогда, в принципе, не было ни у кого сомнений в том, что будет возбуждено уголовное дело, будет серьезное расследование, и мы узнаем, что произошло, и как вообще такое могло произойти. То есть в режимном учреждении, то есть в закрытом исправительном учреждении. Что вообще, до какой ситуации туда можно было довести работу учреждения, когда здесь может такое произойти с осужденным. Ответственность за жизнь и здоровье которого несет у нас администрация. К большому удивлению, да, с одной стороны, то есть сейчас уже понятно, почему у нас выходит сначала первое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Следователь Мажирина его на тот момент выносит. То есть до января вы пытались сами, значит, ознакомиться, да, вообще с этим делом и понять, да, почему она отказывает. Она мне черно-побелом написала, что без адвоката она даже со мной разговаривать не будет. Ну, там юридическими словами написано. То есть с представителями. Это законно вообще? Она ей отказала, значит, у нее были представители, я так понимаю, с доверенностями. Да, с Москвой. Но она сказала, что представители здесь не могут, так скажем, представлять ее интересы как потерпевшего, поскольку если работать с уголовным делом, то она допустит только адвоката. Ну, хотя, хотя я полагаю, что, в принципе, такой отказ незаконный, вот именно представителю. Представитель, он у нас потерпевших, то есть он вправе заявлять гражданские иски от имени потерпевших. Ну, с материалами дела знакомится только на стадии уже 216-й УПК. И, допустим, Галина Викторовна вообще как потерпевшая разве не могла даже без каких-либо... Да, она имела право. Имела я право, я об этом ей говорила. И вот мне культурно-юридическим языком написали. Ну, и вот она ко мне обратилась уже в январе, 5 января 22-го года она пришла ко мне, обратилась, и мы с ней все обсудили, посмотрели документы, какие у нее были, и приняли решение, что 9-го, 12-го января мы поедем, 12-го января мы поедем в прокуратуру города Чусовой. Мы, конечно, приехали, это был праздник, день прокуратуры. Я попыталась достучаться до прокурора, но мне сказали, что он занят. Я, конечно, понимаю, что это был праздник, он был очень занят, прокурор. Но, слава Богу, как говорится, нам выдали материал проверки, с которым мы в коридоре ознакомились, смогли сфотографировать его. Выяснилось, что материал проверки находится в Чусовом, ни в Краевой прокуратуре, нигде. И при нас молодой человек, который выдал нам этот материал проверки, он тут же нам сказал о том, что я его буквально завтра это все отменю. То есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела я отменю. Это в прокуратуре, да? Да, 12-го января 22-го года был вот такой вот разговор. Ну и действительно они отменили. 9-го января я еще созванивалась с Игнатенко, который на тот момент был руководителем Следственного комитета в Чусовом. Значит, поговорил он со мной, так скажем, ну не очень хорошо. Ему не понравился мой звонок. И после вот этого разговора он у нас просто растворился. Вот этот Игнатенко мы уже... Следственного отдела? Да, мы уже с ним никогда на связь не выходили. Со мной всегда только разговаривал Фасхиев. Ну а в августе уже вот появился Казанкин Иван Алексеевич. Это у нас с Мажериной было первое постановление. Вы все равно его обжаловали, то есть жалобу надо было все равно писать, да? После этого второе постановление? Второе постановление мы не получали. Второе постановление, мы уже с ним ознакомились. А кто его вынес? Его вынес Фасхиев. Фасхиев. Мы где-то, наверное, на весну с ним ознакомились. Да. После того, как мы на Мажерину подавали, был в суд. Да, мы писали заявление в суд, и мы писали много жалоб. Об ее бездействии. Да, и вот мы выяснили о том, что оказывается второе постановление тоже отменено. И вот после его отмены возбудили уголовное дело. Вы подавали на следователя Мажерину в суд. Да. Что было в ходе судебного расследования? Отказано. Мы пытались признать в порядке 125 бездействие, но у нас 125 как таковой там и не могло быть, потому что там же было отказано возбуждение уголовного дела. Мы написали жалобу, но все равно нам суд рассмотрел, но отказал. Посчитали, что все законно, все обосновано, и все следователь Мажерина, она как могла, изо всех сил работала. Она же женщина, как сказал Кильдебаев. Она женщина, да. То есть это ей дает какие-то должностные вот эти вот... Да, бонусы. То есть нельзя ее никак привлекать, отвечать за свои действия. Она не может. Фасхиев, когда он выносил вот это второе постановление, да, об отказе в возбуждении уголовного дела, он уже был начальником следственного отдела? Фасхиев? Да. Он был замом. Он тогда зам был, да? Он вынес это постановление. Вы узнаете, что оно отменено. Но у нас ведь дело возбудили в августе только, да? Да, и вот как раз вот все это и произошло, отменили постановление о возбуждении уголовного дела, возбудили уголовное дело, и сразу же у нас вот началась вот эта эксгумация. Понимаем, насколько это тяжелое, да, то есть и для вас решение было, да, и процедура сама, но вы на это все равно пошли, я имею в виду эксгумацию, да? Почему? Потому что вы поняли, что то заключение, которое написал Терентьев, да, то есть с ним двигаться дальше по расследованию дела невозможно, да? Оно просто ни о чем. Мы потому что заказали в Москву рецензию, нам ответили на нее и сказали совсем то, что здесь ничего не сказано в этой судебно-медицинской экспертизе, которую написал Терентьев. Я тоже ознакомилась и с рецензией, и с заключением самого Терентьева, да, и с рецензией, которую вы заказали, экспертов, да, то есть других на вот это заключение, да, то есть и надо отметить, что и вот в материале казнь, который у нас был размещен тоже на ресурсе, я об этом подробно разбирала, потому что это уже не первая рецензия, да, которую потерпевшие заказывают на заключение Терентьева, да, по факту гибели осужденных. И вот, ну, практически я читала снова то же самое, что я читала в свое время по гибели Артема Тронина из ИК-37. Утром 1 января 2018 года в ИК-37 молодого парня, бывшего ОМОНовца Артема Тронина, обнаруживают повешенным в собственной камере. Родственники фиксируют на теле мужчины многочисленные побои, поэтому сразу отказываются верить в версию от суицидия. Еще при жизни Артем не раз сообщал другим заключенным и родственникам о конфликте со старшим оперу-полномоченным оперативного отдела ИК-37 Андреем Шваревым. Видно, да, то есть насильственные какие-то действия, да, то есть что-то произошло, пытаемся выяснить, но из заключения мы понять не можем ничего. Заключение проведено ненадлежащим образом и изобилует множественными недостатками. В частности, не указано, правильно или нет надета одежда, ее изношенность, имеются ли на ней следы посторонних веществ, не измерялась длина трупа с поднятой рукой вверх, что является недопустимым. Совершенно не описано лицо, что является грубейшим нарушением при исследовании трупа с признаками механической асфиксии. Не указана целостность костей и хрящей носа. Не измерялась окружность шеи и головы. Не указано состояние ушных раковин. Совершенно не исследовались зубы, слизистые огупы десен. Не указана целостность костей и конечностей. Даже не описано подробным образом астронгуляционная борозда. Примечание – это след от веревки при асфиксии. Не исследовались должным образом головной мозг, внутренние органы, сонные артерии, грудные мышцы, лимфатические узлы, органы сердца. Не производились разрезы мягких тканей задней поверхности тела. Все вышеназванные факты свидетельствуют о нарушении часовским экспертам основных принципов судебно-экспертного исследования – объективности, всесторонности и полноты, пишут эксперты. Выводы часовской экспертизы носят формальный, местами декларативный характер. Терентьев не указывает вид механической асфиксии, что является грубейшим нарушением. Комиссия пришла к однозначному выводу. Заключение часовского филиала Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы нормативно-прорвым актом в области судебно-экспертной деятельности и судебно-медицинской экспертизы не соответствует. Отсутствует письменное поручение руководителя ГКУ Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы в виде сведений о том, когда и кем эксперту поручено производство экспертизы и когда и кем им разъяснены процессуальные права и обязанности эксперта, а также когда предупрежден об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ. Подписка о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 УК РФ должна содержать установленные законом требования к ее оформлению. Оформлена она должна быть отдельно, подписана до начала процедуры. У Терентьева же вот так, прямо в заключении, даже без даты предупреждения эксперта об уголовной ответственности. То есть он сделал заключение, распечатал его, а потом подписал, в том числе и предупреждение по статье 307 УК РФ. В заключении представлены неполные сведения об эксперте. Так, нет информации о действующем сертификате Терентьева К.А., а именно о дате его выдачи. Отсутствие данных о документах, свидетельствующих о наличии специальной медицинской подготовки эксперта, не дает оснований считать заключение, имеющим юридическую силу. Нет описания паспорта и данных о том, что он принадлежит Брагину А.В. На первом листе заключения также не указаны ни паспортные данные, ни место его регистрации. То есть труп не был идентифицирован экспертом, путем сравнения фотографии, представленном на экспертизу паспорте, с лицом покойного. Эксперт Терентьев пишет, что голова полностью отделена от тела. Из этого вытекают обоснованные сомнения в объеме и подлинности предоставленных и исследованных объектов, отмечают эксперты. Отсутствие информации о целостности и сохранности упаковки материалов для исследования трупа и его частей прямо противоречит приказу номер 346 о порядке организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации. Судебно-медицинским экспертам от трупа не изъяты кусочки внутренних органов для последующего проведения гистологического исследования, экспертизы. Но что уж говорить про эти объекты, если не были изъяты и исследованы вещи погибшего? Как выясняется, следователь Мажерина не изъяла их и не передала Терентьеву, а он не попросил. Экспертное исследование, выполненное судебно-медицинским экспертом Терентьевым, произведено с грубыми нарушениями действующего законодательства, методических рекомендаций проведения данного вида исследований. И дальше он делает выводы, которые, в принципе, его никто не спрашивал. Это о том, что произошел суицид. То есть, что было утронено, то же самое здесь мы читаем по Александру Брагину. То есть, он еще не мог делать эти... он не следователь, еще не собраны все доказательства. Кильдебаев сам лично сказал, что это не в его компетенции. Терентьева, да? То есть, делать судебно-медицинский эксперт Терентьев К.А., не имея никаких подтверждающих материалов дела, позволил себе выйти за рамки своей компетенции. И 22-го, 10-го, 2021-го года, еще до получения изучения протокола осмотра места происшествия, направил следствие по, возможно, ложному пути, указав в медицинском свидетельстве о смерти самоубийство с использованием острого предмета. Не были описаны, в принципе, вот те следы, да, то есть, которые на теле. То есть, из того, что вы даже увидели потом, да, не было вот это вот описано ничего. Да, даже не увидели они, а вот фотографию здесь. Да, то есть, а это как раз, как бы, подтверждение, свидетельство именно вот применения насилия в отношении него. Вот на ногах, пожалуйста, смотрите, если где ноги не тронуты, там нету. Вот, видите, где что все били. Вот живот, смотрите, вообще весь синий. Руки, посмотрите, вот руки. Пальцы сбиты. Костяшки, посмотрите, все, все, они прямо, все ногти, все, все синее. Если бы не били его, оно бы было, вот видите, нормального цвета, так ведь, кожа? Ну, все равно здесь есть такая вот, да. Так вот. А если видно, что следы побоев, вот оно, пожалуйста. Это не имеет значения, черно-белые или цветы фотографии. На черно-белых, конечно, это ничего не видно. Поэтому и в материалах проверки были только черно-белые фотографии. Там вообще ничего не разобрать. Мы тоже, мы тоже, мы тоже их сделали. Кельдибаев забрал вот эту, где пила, где лежит его тело. Я ему доказываю, что вот здесь стоял человек, возможно, даже два. Один его держал, другой тянул на себя. Вот брызги крови, потому что они бы сюда летели, эти брызги крови, если стоит человек, а ящик под ними, он чистый. То только с него, с головы вот уже на низу. А они под углом 45 градусов. Лежит крупным планом этот уголок, обмотанный ручкой, которой мы его били. И просто запихали под эту пилу. Пила-то ведь идет не до конца всего, столешницы. Там вот 20 сантиметров. Там брызги. А голова у него лежала здесь. Его пихнули туда, отпустили, его развернуло. Мне опять же, мой брат, он работал у нас в этом, на ЦБК. Он говорит, большие вот бревна, вот так вот, их разворачивают потом. И вот его так же развернуло. А если бы он сам, его бы замотало туда. Там просто бы попала бы одежда. Да, пила бы встала, его бы замотала. Она наматывает одежду. А там же очень небольшое расстояние между кожухом пилы и соревновательством. Да. И вот одежда, она наматывается вот на эти зубья. Зубья, зубья большие. И одежда, она просто встает, как говорится, колом там. И все, и пила останавливается. Это вот, ну, любой механизм. А это держали и прямо вот пихали на себя. В протоколе осмотра места происшествия указано – электрическая, металлическая пила. А в заключении эксперта – механическая пила. Один из главных выводов рецензентов как раз направлен на привержение домыслов эксперта Терентьева о самоубийстве. Торцовочная пила была электрическая, механическая, поэтому сам себе отупить голову погибший не мог. Здесь было необходимо приложение третьей силы. Впрочем, это очевидно было сразу даже не экспертом. У нас Александр прибыл в колонию в день своего рождения, 14 октября. А если мы говорим о том, что событие произошло, да, то есть там 17-18, то есть он буквально находился три дня. Ну вот письмо, письмо, которое передали вместе с его вещами, вот когда мы приезжали за ним, вот первый раз похоронить его, видимо, сотрудники колонии это письмо не увидели, он не успел даже это письмо отправить. Я ждала это письмо от него, что где он находится, где находится, и что он пишет, что он прибыл в день своего рождения туда. Он даже не понял, как прошел день, потому что там, видимо, все вот эти были анализы, может, там еще что-то какие-то были, беседы или что-то еще. Потом он пишет, значит, все должно наладиться. А что должно наладиться? Вопрос. Потом спросил, как у нас там самочувствие, как? Ну мы на тот момент, когда вот его закрыли, мы в Крыму отдыхали, мы в Крым ездили семьей отдыхать. Вот, потом, и потом он пишет, это, планирую выйти на работу, возьму карточку, позвоню тебе. Вот. И в конце письма он пишет, я жду от тебя письма. Человек вот так вот пишет, что он думает о суициде. И только он приехал, соответственно, он вообще был в карантине, да? То есть мы говорили сразу же, в общем-то, об этом, то, что как он вообще оказался в промзоне, на каком основании он был туда выведен, да, на работу. То есть, соответственно, напомним, да, что это у нас еще время ковида. Он приехал из 29-й колонии на пересылке, да, он был? Перебью вас. Он мне позвонил 10 октября с 29-й, говорит, мне поставили прививку от ковида. Вот попросил мне денег на сигареты. Я ему послала там деньги на сигареты, и все. Больше я от него звонка не было. Ну с автомата они звонят. То есть ковид, да, то есть прививку поставили, соответственно, он должен, ну там 10, там 12, да, то есть там 14 до 14, да, то есть, по-моему, 2 недели, да, то есть он должен был находиться в карантине, хотя бы даже в целях какой-то вот эпидемиологической, да, безопасности, да, среди, там, чтобы не заразить других осужденных и так далее. И вместо этого они говорят о том, что вот они якобы, ну так скажем, вывели его на какие-то вспомогательные работы, ну это то, что у нас считается, да, там, неоплачиваемые, вот какие-то просто там убирать, значит, подметать, что они его вывели вот на пилораму, да, то есть какая вот была вообще в этом необходимость, непонятно. И тут уже сразу, конечно, возникает вопрос о том, что это могло быть только с распоряжения начальников для того, чтобы выводить на работу именно тех заместителей, которые у нас отвечают за промзону, да, то есть в частности Александр Тупицын, это заместитель у нас начальника колонии Константина Македона, который на тот момент работал. Без его, так скажем, распоряжения, без его указания, в принципе, на работу ни с работы никого не могли убрать, ни на работу никого не могли вывезти. И я почему об этом говорю, потому что на протяжении вот как раз там всего 21-го года к нам обращались родственники осужденных по поводу того, что у них возникали конфликты как раз с Тупицыным. То есть, соответственно, либо он закрывал кого-то, человек не мог выйти на работу, да, то есть они не понимали, что там произошло, ну, там и вопросы оплаты, и вот вопросы как раз того, что, значит, пускает, не пускает на работу, выносят какие-то нарушения, с которыми они не согласны и так далее. То есть мы понимали уже, что вот этот человек отвечает за промзону, и все, что там происходит, это все происходит с его личного, так скажем, да, одобрения, неодобрения. И у нас были даже коллективные жалобы родственников. Я, кстати, всю вот эту вот информацию, включая и вот то, что с Александром произошло, то есть все, что нам вот было известно, начиная с весны 21-го года, многочисленные обращения и жалобы родственников, касаемые, значит, вот этого заместителя начальника, мы везде направляли в инстанции, то есть и прокуратура у нас была хорошо об этом извещена, и ГУФСИН сам непосредственно, и управление ФСБ России по Пермскому краю, то есть в том числе, то есть вот эта фамилия Александра Тупицына у нас фигурировала просто на протяжении нескольких месяцев, потому что мы, честно говоря, вообще не могли понять, что происходит в десятке, почему у нас одно за другим, там происходит ЧП. Ну то есть и когда произошло вот это, ну это было как-то уже вот, ну просто все. Нет, я еще вам хочу добавить то, что вот вы сказали, да, просто все обязанности и все их, как сказать, обязанности, поручения или как там по должностям, это все прописано у них в их должностных обязанностях, в инструкциях. Это все прописано, кто за что, как отвечает, начиная с малого состава, выше и выше и выше. То есть вот даже из карантина кто должен первый подписать, кто второй должен подписать, третий вся цепочка, у них все это должностное, и все они прекрасно об этом знали. А тем более, что без ведома, вот именно что, Тупицына, он вообще, он все знает, что происходит в колонии, да даже какой зэк, когда спит и видит какие сны, он тоже все знает. И это все указывает на то, что без ведома Тупицына, с его подачи это было все сделано. Значит, вы пошли вот на эту процедуру, да, то есть эксгумацию. Как это все проводилось, и вот вы непосредственно, да, сами принимали участие? Да, сама непосредственно. Ну, Наталья Владимировна меня спросила, Терентьев сюда приглашать будем или нет. Я говорю, нет, его сюда не надо приглашать, иначе я его порву на части. Пригласили нашего патологоанатома Добрянского, кудреватых, как его зовут, не помню. Константин Александрович. Вот, его пригласили, присутствовал Фасхиев, это рабочие, которые на кладбище работают, вот выкопали могилу, достали гроб, тело, положили сюда рядом, открыли, и вот Фасхиев сфотографировал только могилу, место, где захоронение, а остальное он больше ничего не фотографировал. Я подошла близко, я говорю, откиньте одеяло, и вот мы руку вот эту увидели, на боку увидели вот это, все то, что вот эти следы побоев на голове, то, что все есть, но он сохранился полностью. Это когда проводилось? 29 июля 22 года. То есть прошло? 10 месяцев. Я просила его, говорю, Саша, помоги мне, сохранись. Он сохранился. Потому что я не верила, не верила ни Фасхиеву, ни Кельдебаеву. Я видела отношение, какое там, я вижу отношение, какое здесь Кельдебаев. Это фотографии, давайте посмотрим, они как раз с эксгумацией, да? Пожалуйста. Вот, вот эту шишку. Кельдебаев ее вывел, ее не описал ни Терентьев, ни эсгумация. Она одинаковая по своему, как говорится, ну не составу, но своему характеру. Вот с этой раны на лбу, вот она рана на лбу. Вот рана шеи, видите, она пиленая. А эта не пиленая, хотя Терентьев пишет, что она пиленая. Вот видите, видно, какая пиленая, а какая от удара. Что шишка вот от удара, что вот это вот. Вот на руке, вот это у него на боку. Кстати, на руке. И вот на руке, да. Вот эта рана вообще, она тоже не резана. Я предполагаю, что она от пилы. Все они обработаны чем-то. Хотя в материалах проверки ни один не указал, что ему была оказана какая-то помощь Саше. Ну это вот тогда говорили, да, что типа попытки. И да, вот они вот на это и давят, что это суицит. Я говорю, так вы не доказали. Что он незадолго до смерти нанес себе сам вот эти порезы. И ходил там, просил, ну, чтобы ему оказали помощь. Тем не менее, у нас ни татарников. Никто ему не оказывал. Никто ему помощь не оказывал. Кто-то там ему дал простыню перевязать руку. Тогда возникает... А, Тахауев, по-моему, да, там... Нигмурадов. Нигмурадов. Вот он говорит о том, что ничего не было, чтобы оказать помощь. Вот дали ему вот эту простынь. Тогда возникает вопрос, кто обработал септиком вот эти раны. Мы же видим вот красным веществом. То есть это, предположительно, так называемая краска костеляний, фукорцин по-научному, да? Терентьев ее описал тоже, что краска костеляний. То есть сотрудники колонии никто не подтверждает, что они обрабатывали. Татарников выдал справку, что он не оказывал никаких медицинских услуг ему. Где может... Откуда может взяться это вещество? Ну, где оно может быть? Ну, естественно, только у медиков. В морде оно могло быть? Конечно. Только у медиков. Это только у медиков. Потому что там у них, вот они даже сами заключенные, говорят о том, что никто ему не оказывал помощи. Вы фотографируете вот это вот все, да? Но работают же эксперты, да? То есть по экзакумации я имею в виду. Там заключили дальше. Еще одну фотографию у него нас забрали. Комиссия. То есть его забирают? Мы сами увезли его, да, его забрали. Мы спрашивали, можно ли нам присутствовать, по закону мы имели право, нам отказали. Да. Козлова сказала, я вас не допущу. Хотя по закону мы имели право присутствовать. Непосредственно, когда они будут обследованы, да, проводить? Мы имеем право, имеем право завести в эту комиссию своего эксперта. Но мы с Галиной Викторовной посвящались. Мы хотели вот как раз своего эксперта, который... Ну, как своего эксперта. Мы хотели обратиться вот как раз к этим экспертам, которые... Независимо. ...рецензию на это все. И созванивались с ними, и они готовы были участвовать в этой экспертизе в комиссионной. Вот, они готовы были участвовать, но мы посчитали, что это дорого, конечно. Сама по себе экзакумация, недешевое удовольствие. Это нас обошлось 80 тысяч рублей. Это за ваш счет? Конечно. Все за то, о чем вы ходатайствовали, да? А что следствие у нас в рамках расследования уголовного дела не хотело провести за счет государства? Они не знали, они, как объяснил Фасхеев, что они не знают, как это все правильно оформить. Да все он знает. Просто им это не надо. Это еще за счет потерпевших, получается, да? Да, там еще потерпевших, пожалуйста, все сами. Мало того, мы еще съездили же на Белый Лебедь, где Александр отбывал наказание. Ранее. Ранее, да. То есть ИК-2 встретились с начальником колонии. Нам любезно были предоставлены материалы его личного дела. Мы с этими материалами тоже ознакомлены. Мы их сфотографировали. И, значит, получается, согласно... Но это к вопросу у версии суицид, да? То есть какие были ли у него, так скажем, во время предыдущего отбывания наказания, да? Были ли попытки, какие... И были ли он поставлены вообще на учет? Да. Как работали с ним, да? Если там... Да, это его личного дела, что он состоял на учете, но как лицо склонное к побегу. Потому что он первоначально, вот там, они с одним заключенным решили, видимо, осуществить побег. Но это было в самом начале. Потом все у него там наладилось. Он, конечно, год в СУСе пробыл, но он вышел уже и работал в дальнейшем. И заслужил УДО, причем не на маленький срок, а на 5 лет, 1 месяц раньше срока. А УДО он освободился. И, опять же, на основании вот этого его личного дела, мною было заявлено ходатайство. О проведении психолого-психиатрической посмертной экспертизы. Для того, чтобы установить все-таки, имеются ли у него судьи дальние наклонности, поведение какое-то. Может быть, какие-то отклонения были, о которых никто не знает. Ну вот, экспертиза проведена. И что результаты экспертизы? У него не связано поведение с этими наклонностями. Не было вообще их. Его смерть не связана с его состоянием. У него было состояние фрустрации на момент, когда якобы вот он находился в карантине. Но это не связано со смертью. Вы получаете результаты вот этой экспертизы? Он нас приглашает. Знакомиться? Знакомиться, да. Мы приезжаем, читаем. Подтверждается моя версия, то, что запил был справа налево. Имеется в виду вот сама непосредственно травма, да? Травма шеи. Кто говорил обратно изначально? Гильдебаев. Следователь, да? Да. По его мнению, что Саша толкнул пилу левой рукой и улегся. Про рану на голове, это вообще, как говорится, выводим мы ее. Мы об ней не говорим. То, что нам даже описал Терентьев, что рана на голове пиленная, она происходит в некоторые секунды, одна вслед за другой. То есть рана сперва на лбу, и потом рана уже шея. Гильдебаев ее старается упустить, вывести вообще. И утверждает, что вот он левой рукой толкнул этот диск пилы, работающий, сам включил, работающий диск пилы включил, толкнул туда и улегся быстренько, чтобы ему быстрее отпилило шею. По его версии, получается, что ему шею должно было отпилить слева направо, а не справа налево. Именно тогда, когда пила возвращалась в исходное положение. Да. Она мая икового типа пила. То есть, по версии следствия, ну, вот так вот. И, соответственно, эксперты подтвердили, да, что это было... И что была первая рана, которая на лбу, но они тоже высказали, что она пилена. Но я говорю, я не согласна с ней. Вы сами видели на фотографиях. Шушку на лбу они вообще не описали. Повреждения у него на ухе, нос сломанный, они тоже не описали. Они вообще это вывели, и это вывел Терентьев. И еще Терентьев описал, что у него в крови был обозначен спирт у Саши. Я говорю, у вас что, на зоне-то ларек алкоголь, да. В карантине, да, пьют? Вообще на зоне, вообще на зоне. Я говорю, у вас ларек круглосуточно работает, что ли? Откуда у него в крови алкоголь? В моче нету, а в крови есть. То есть эксперты тут вообще, это эксгумация, они это не подтверждают. Они подтверждают другое, что у него в крови обнаружено метаболит, да. Антигистаминного препарата. А что это значит? Противоэлитический препарат, который обладает снотворным эффектом. Да. То есть метаболит обнаружен в печени, то есть он находится в стадии выведения. То есть это прошло, ну, по времени, как минимум час с момента потребления вот этого вещества. Что тогда, перед тем, вот как все там произошло, да, то есть какие-то могли дать, да? Что-то вот давали ему какие-то, да. То ли таблетки, то ли растворы, может укол какой-то сделали. А в постановлении Кельдебаев вообще говорит, что у него была там ломка, что он наркоман. Да, что он наркоман, и у него ломка. Это уже в постановлении... Хотя у нас эксперты, вот комиссия экспертов, они высказали, что ни наркотические вещества, ни алкоголь в крови, ну, вообще у него не обнаружено. Не обнаружено. Точно так же по психической, психологической экспертизе, она вот доказала то, что у него состояние не связано с этим, что он склонен к суету еду. Кельдебаев нас перевернул, у него склонен он к суету еду. по поводу вот этих вот всех травм что что они описали еще то есть вот я так поняла что все таки стало очевидно до после эксгумации и когда вы сами сфотографировали все увидели что что им что были побои да по всему телу да то есть это вообще не описание описано не терентьевым не имени описано описано только когда было принятие пищи за сколько времени до надо об этом сказать потому что у нас есть там принятие пищи указано не менее чем за 6 часов до смерти не менее то есть более возможно а менее нет тело было обнаружено 15 15 18 числа 18 числа до не менее чем за 6 часов то есть тогда он должен был принять пищу в 9 в 9 утра он принимать не мог поскольку 8 был якобы выведен на работу соответственно прием пищи было то в 7 часов где-то 7 часов и это совпадает это с этой с рецензией москвы из москвы они тоже подтверждают версию того что срок смерти установлен неверно то есть не 18 а ранее не указ а допустим если 17 то в тот день он только завтракал получается да нет ужином и после ужина вот они его вывели с ним расправляться то есть он ужина потому что у нас же в деле до следователь вам показывал какие-то скриншоты с видео и говорил о том что вот видите он идет в столовую вот якобы 18 числа днем из столовой идет александр брагин то есть он поел это если мы говорим о том что обед но это в часто может быть ну как они все по ихним показаниям этих из осужденных с пол первого до пол второго у них обед 1 до пол второго у них обед а уже в три часа дня до его находят на пилораме с отрубленной головой то есть человек сходил поел пришел и отрубил себе голову да то есть что это за вообще скриншоты видео и удалось ли вам посмотреть вообще исходные материалы то есть откуда взял их следователь кладебаев исходного материала нам не было представлено хотя я просила предоставить нам это однако нам это не представлено представлены скриншоты якобы с видеокамеры которая висит над воротами так не поняла вот над какими воротами но опять же там только один единственный он брагин никого из осужденных рядом с ним нет нету сотрудников колонии которые их выводят строим на обед и ведут обратно строим с обеда на промзону это у них в инструкции все это сказано что их сопровождают сотрудник колонии они ведут строим на обед после обеда и мало того что их еще во время обеда их еще контролируют здесь конечно как он сам по себе гуляет по колонии только приехал два дня назад да и уже у него такой вольные так скажем режим один он тут вот он шел из столовой агро никаких обозначений нету что это столовая это вот нас было на допросе другая картина нас появилась когда мы встречались с управлением кильдибаев тут же воздухе переобулся и сказал он у нас стоит каких-то ворот по поводу вот этого же скриншота мы сандали дим так приглянулись а можно ли опознать вообще вот человека он там просто форме ну как в этого в их пупайка в этом зиму если холодно же не можно опознать я даже сказала что вот я его не опознаю вообще можно александр ли это галина викторовна глядают и саша его можно опознать то но когда это было сделано где это было сделано да то есть там такое вот у них пизде как говорится ну сзади него как картина что это типа локалки откуда они взяли да вот вообще это фотография вернее это видео да и где эта камера до установлено что они решили вот сказать что это было и дебаев тут же начал возмущаться ведь мол типа я же вам говорил что это он мол и типа идет не столовая стоит у вороты я так говорю он такой давайте видео посмотрим можно снимал все время на камеру так давайте гру посмотрим и все девайс сразу пошел на под назад никакое видео мы не показываем какая тогда вот может быть версия да если мы говорим о том что может быть 17 да вот все произошло то есть тогда это должно было быть уже где-то часов через пять-шесть после того как он поел да ну то есть он там поужинал до 7 8 до то есть часов ночью 10 если брать в расчет что пища переварена уже да да то есть мертвое тело не может переваривать и там всего 100 грамм как они описывают вот по этой судебно-медицинской еще они какое-то время там может быть его избивали да то есть еще какое-то время он жил 12 часов у нас что там эксперт перспективы это показывает более 12 12 трупные пятна вот мажирина вот материал проверки опять берем протокол осмотра место происшествия мажирина мы же говорим о том что она не выезжала туда она не осматривала место происшествия поскольку у нас вообще ничего оттуда не взято вы сказали о том что она не выезжала на место происшествия 6 наш это наша версия мы говорим о том что на оперативники колонии могли прислать какие-то фотографии до такое что это сотрудники колонии сфотографировали и даже не ей фотографии сделаны фото таблица к протоколу осмотра места происшествия это не есть дело на карпову и описано то так все ну тоже скудно вот она описывает там куча досок с пятнами там крови прям так вот она и пишет пятнами крови хотя вот на этой куче досок лежит как раз непосредственно вот этот как мы называем уголок но это не уголок это пластина металлическая возможное орудие да то есть это это инструмент которым помогают вот они двигаются будут эти доски вот эти вот доска именно вот под пилу он прямо вот у них тех и это описание работы пилы он прямо вот черным по белому там написано что с помощью этого уголка и что человек пила работает только тогда когда человек стоит перед пилой и тянет ручку на себя вот это прямо полное описание пилы вот и дело то в чем а значит а там не описан вот этот уголок мы когда стали говорить об этом уголке кильдебаеву что вот он предмет при помощи которого были нанесены удары по телу брагина по голове по голове там множественные удары ну это вызвало улыбку следователя он сказал а что вы думаете никто этого не видел что ли я говорю нет потому что на фото таблицы это не описано это описано куча досок если бы этот предмет его видели было бы указано предмет похожий допустим там на орудие которым причинили побои но это нигде не описано не в протоколе не фото таблицы нигде этого нет а в протоколе осмотре место происшествия она пишет при всем при том что у нас нет там тоже фото таблицы допустим раздетого тела брагина она указывает значит она сразу начинает писать о том что трупное окоченение хорошо выражено во всех группах мышц раз второе трупные пятна при надавливании изменяют цвет и восстанавливаются примерно через 25 секунд вы меня извините а как вы тогда уважаемая госпожа жирина как вы это могли трупные пятна даже осмотреть не раздевая вот трупа не снимая одежду него как это можно сделать вот для меня откуда выводы да вот эти заключения такие выводы хорошо но ведь у нас комиссии экспертов ложит в основу этот протокол осмотра места происшествия и они ведь на основании этого описания не делают выводы а времени смерти а по трупным пятнам вот которые восстанавливаются вот всего свой цвет печи примерно через 25 секунд вот я себе специально методические рекомендации скачала которые рекомендованы судмедэкспертом для работы там как раз приведено несколько таблиц и вот согласно этим таблицам вот эти трупные пятна не восстанавливаю восстанавливаются которые через 25 секунд там 30 секунд это говорит о том что смерть и наступила примерно в районе 6 часов 6 часов то есть это опять не 18 число 5 не 8 все на 17 только его же нашли как сказал у нас было объяснение взято с мосеева с рейнджина они говорят о том что на их глазах отлетела голова в 15 15 а по трупным то а явное хорошо выраженное трупное коченение во всех группах мышц это осень согласно опять же этих же методических рекомендаций трупное коченение в теплое время года летом при жире наступает быстрее чем в холодное время года холодное время года она наступает дольше и последними у нас окоченевают это ноги это 12 часов примерно должно прийти вот они так и пишут что более 12 часов то есть тут они сходятся но вот смотрите даже вы говорите да о том что как бы вот протокол да вот осмотр это место происшествия на то есть у любого человека даже да не сталкивающих с таким ну скажем все равно есть как бы представление о том как работает следствие да вот по горячим следам до в случае вот происшествия вот такого да то есть и как это себе вообще возможно представить что следователь мог не выезжать на место подождите это место должно было быть оцеплен да то есть там должна была рыть как бы землю да то есть работать бригады экспертов специалистов брать все вот эти вот следы да то есть соответственно изымать вот эти вот да то есть предметы да ну то есть ну как вот мы себе представляем да то есть вот эти вот оперативные мероприятия которые должны проводить помимо изъятия предметов и осмотра места происшествия должны были работать непосредственно с администрацией колонии, брать со всех объяснения, конечно, с лицами, которые его выводили, которые с ним работали, одежду осматривать у всех, кто с ним в карантине накатился. Его одежда где? Следы крови. А может быть это не кровь, ты откуда знаешь? Даже обывателю возникнет вопрос, подождите, вы еще ничего не знаете, вы как картину... Я читала ее сочинение, я вообще не могла понять, это кто пишет. Это следователь пишет? Или что это за рассказ? У нас ведь как по законам криминалистики описывается кровь, как следы бурого цвета. То есть даже выражения были непривычные для такого документа? Да. Для того, как следователь писать должен. Следователь пишет, какими терминами, то есть он написывает место, так скажем, тогда уже там... Да я вообще в шоке, я читала Экель Дебаева, у нас следователи, это вообще кажется, где они вообще учились и где они получали образование. Куплено, видать. Что у одного, что у другого. Что у Мажирина, что Экель Дебаева. У Мажирина, да, то есть молодой следователь, соответственно, не имеет там, может быть, соответствующего опыта, компетенции и так далее, да, хотя это не служит оправданием, да, на должностное лицо и несет полную ответственность за, так скажем, это дело. Но оказалось, что и следователь уже в статусе подболковника по особо важным делам, работающий в региональном следственном управлении, то есть выдает мало чем отличающийся документ. Да вы все в бред. Но спустя год, так скажем, да, всех вот этих вот экспертиз... Мало того, что, даже вот возьмем следок Мажирину, вот Терентьев-то хоть догадался положить эту экспертную линейку, но вот он прикрывает все вот эти побои, видите? Если она там была, так там даже ни одной нет экспертной линейки. Потом нам Кельдебаев на какой-то фотографии где-то откуда-то взят, то непонятно что, какую-то обыкновенную линейку показывает, что типа измеряли. Что якобы эта линейка лежит на трупе Брагина, на его фотографии, там непонятно. Там вообще непонятно. Там просто вот кусок ткани сфотографирован, и на нем лежит линейка. Откуда взялась? А в материалах проверки ни одной этой криминалистической линейки нету. Ни одного этого, то что там не описано, ни число, ничего, что вот Наталья Владимировна говорила. Мы Кельдебаев об этом говорим, и нам все смешно. Он смеется и говорит о том, что следователь ведь вправе выбирать любые фотографии и вставлять материал в эту фототаблицу. То, что надо ему. Я говорю, ну тогда получается то, что надо ему, можно ведь и скрыть много чего. Вы говорите о том, что работать, конечно, должны были не только с вещами, с предметами, то есть какими-то материальными, то есть следами, так скажем, совершения преступления, но и непосредственно с лицами, которые могут быть так или иначе причастны к произошедшему. Ну, допросы-то ведь начались уже в рамках возбужденного уголовного дела. То есть там уже частично люди были, так скажем, у кого-то срок закончился, были на свободе уже освобожденные. И что мешает следователю их допросить? Нет. Ничего, абсолютно. Ну мы не хочем этого делать. Были проведены там полиграфические исследования, в том числе и Тупицыну. Очень интересное полиграфическое исследование. Для меня, допустим, как для адвоката, это нонсенс прочитать вот такое вот, что вопросы поставлены, обманывали ли вы когда-нибудь своих близких родственников, любимых, на что Тупицын ответил, никогда он никого не обманывал. То есть это говорит в первую очередь о том, вот есть шкала лжи, да, человек ведь у нас такое существо, оно всегда, он всегда кому-то лжет, начиная с самого себя. То есть нет такого человека, вот любой специалист в области психиатрии, психологи, они об этом скажут, что всегда человек врет. Нет кристально честных людей. Вот такой ответ, он должен был, наверное, навести уже на определенные мысли специалиста, который проводил вот это вот исследование, да. То есть, наверное, уже надо было поставить какие-то другие еще вопросы, но однако ведь у нас полиграфическое исследование просто замечательно. Прошу прощения, Тупицын, самый честный человек на Земле. Про Моисеева. Моисеев, он сообщает о том, что перед полиграфическим исследованием... Это осужденный? Это осужденный, да. Который непосредственно там находился, с рейнджиным. Один из свидетелей. Да, он говорит о том, что я ранее состоял на учете у психиатра. Он сообщает свой диагноз, которым он состоял на учете по месту жительства, значит, однако запрос делается только в колонию, где он отбывает наказание ВК-10. Татарникову. Татарникову. И, значит, приходит ответ, что он на учете у психиатра не состоит. Ну, конечно, не состоит он у них. Он у них не состоит. Однако он отбывает наказание за убийство Моисеев по 105-й, 1-й. Вопрос ему задает. Вы жестокий? Он отвечает, да. И опять же, больше мы не гулять, запросов никаких не делаем. Ну, не надо нам этих запросов делать. Рейнджина тоже должны были на полиграфе допросить. Рейнджин, мы отпустили, как говорится, гуляй на все четыре стороны. Он освободился к тому моменту, да, Олажен? Да, его, видимо, по поводу отпустили. Его раньше отпустили. Но и мы не собираемся его допрашивать. Зачем? Ну, полиграфическое исследование, мы же знаем, что оно у нас в принципе не является доказательством, но так или иначе оно проведено, с людьми побеседовали и соответствующие-то выводы надо бы сделать. Надо бы. Ну, вот, к сожалению... Но, однако, в постановлении вывода, он же все равно на него склоняется. Ссылается на результаты полиграфического исследования, да? Да, полиграфа, да. Хорошо, сотрудников опрашивали? Опрашивали. Сотрудников опрашивали? У них все пока под копирку? Ну, вот та версия, которая была изначально, да, о которой говорила Мажерина, да, то есть когда она вот типа опросила там тупицы, но я думаю, что она тоже их там опросила, это ей могли прислать их какие-то там показания, когда еще не было дело возбуждено. И, соответственно, в общем-то, вот и они ее придерживались, да, то есть надо пояснить, что у нас прекращено уголовное дело и по 105-й статье, и по 110-й статье доведения до самоубийства, то есть и по убийству, и по доведению до самоубийства, и по 293-й, это халатность, да, то есть, соответственно, тут должны были по всем этим статьям, да, если вы уже не возбудили, либо доказывать, либо опровергать вот эти вот версии, да, то есть, и, но по факту-то получается, что инициативы, да, как мы уже сказали, у следствия не было, но тем не менее вы все равно продолжали настаивать, да, на расследовании, на обстоятельствах, да, то есть на выяснении всех обстоятельств, и вот вы говорили о том, что вы дважды заявляли, подавали ходатайство, да, о проведении ситуационной экспертизы, что это такое, вот расскажите, что вы хотели, как бы, ей, да, доказать? Ну, этой экспертизой мы хотели доказать, во-первых, сам факт того, что сам Александр не мог себе причинить такую травму смертельную, вот именно сам. Мы пытались доказать, что действительно здесь участвовали третьи лица, которые это все сделали, но, однако, ну, к великому моему сожалению, следствие не пошло нам навстречу. Хотя я считаю, что это нужно было ставить во главу угла, надо было ставить вот именно проведение ситуационной экспертизы изначально. То есть это можно сказать, что это как вот реконструкция события, да? Да, да, да. Это все события, которые происходили, вот почему она называется, по ситуации, ситуационная. Да, то есть там ставится всего три вопроса, могло произойти, не могло произойти, мог сам, не мог сам. Даже два. Даже два вопроса. Она конкретно дает ответы. Да, там с участием, может быть, и судебных медиков, ну, может быть, по результатам, с результатами, так скажем, вот этой комиссионной судебной медицинской экспертизы, которая была проведена после эксгумации. У нас сегодня, на сегодняшний день, ну, по мнению Кильдебаева, у нас препятствие имеется какое, что нужно воссоздать вот все те условия, которые были на тот момент. То есть эпилу надо, вот, чтобы она такая же была. Но сегодня это не представляет никакого труда. У нас все эти события восстанавливаются на компьютере. То есть это моделирование происходит на компьютере. Но никакого труда для специалиста провести такую экспертизу, я полагаю, ну, не представляет вот особого труда. Это, я считаю, нежелание следствия. Нежелание. Потому что эта экспертиза, да, то есть она уже полностью уберет версию суицид, да? То есть у следствия уже не останется вообще никаких лазеек, да, то есть никаких возможностей, да, то есть дальше делать, так скажем, вот вид, да, что они расследуют что-то серьезное. Им надо будет работать над версией убийства. Уже хоть, ну, так или иначе, им надо будет уже заниматься вот этим, да? И они знают, кто это сделал. Кильдебаев знает. Поэтому следователь отказывает, и отказывает буквально накануне вот прекращения уже уголовного дела. Ну, то есть, вернее, он понимает, что у него сроки выходят, да, то есть нужно будет принимать решение, либо, если, допустим, они соглашаются с вашим ходатайством, да, проведение экспертизы, продлевают сроки расследования, что вполне, да, то есть допустимо, и с учетом вообще такого преступления, я думаю, что никаких бы проблем у них не было в этом смысле. Но отказывают и подводят к сроку вот этому год, да, для того, чтобы вынести, и тем не менее вы все равно были, так скажем, но все равно была какая-то надежда, что вот он не вынесет такое постановление, что он не прекратит все это. Или вы уже думали о том, что вот все закончится ничем? Ну, Наталья Владимировна думала, что он не прекратит, а я вот, я говорю, Кильдебаев, он читаемый. Я вот этого ожидала. То есть вы уже видели, что все идет к этому? Да, я от него этого ожидала в течение всего следствия. К его всем выкрутаться я всегда была готова. Мы когда выходили туда, Наталья Владимировна всегда говорила. У меня такое чувство, что вот что-то я недосказала, и мне недосказали. Я вот просто вижу, что он над нами издевается. Галина Викторовна, если вот сейчас уже, да, то есть сопоставить и все, что удалось все-таки вам, да, по вашей инициативе, вот объемное дело, да, у нас, кстати, 18 томов дело, да, получается, да, все, что удалось вот собрать и, так скажем, выяснить, то, что вы сами чувствуете и понимаете, что произошло, потому что кто еще, да, кроме вас. Как могли развиваться события, вот эта версия, да, то есть когда мы понимаем, что, конечно, никого суда не было, и он никогда бы на это не пошел, и он не мог это сделать вот сам физически. Это могли сделать осужденные, но они должны были получить чье-то указание, они должны были получить чье-то разрешение на это, или, наоборот, они были просто исполнителями заказа, да, так скажем, вот заказа из-за конфликта. И я помню, вот даже первоначально, когда и вот было постановление вынесено, да, первое говорили о том, что конфликт в карантине у него произошел, что вот что-то там, ну, понятно, да, когда случилось, вот три дня он всего лишь там находился, и что, возможно, он был как раз вот заместителем начальника Александром Тупицыным. Я вам больше скажу, он знал, что его убьют. Почему? Это все идет с 6-го СИЗО. Он просил тогда, писали они с Анталией Владимировной Кассацию, и он, апелляцию ли, апелляцию, я в этом не разбираюсь, он просил как бы с ней вот свидание. Первое, когда его вот, его 23-го числа закрыли, вот в зале сюда его арестовали, увезли туда. Как Наталья Владимировна говорит, он был в хорошем, нормальном это настроении, а оттуда привезли, вот он попросил с ней встречи, и он ей сказал, я этот срок не вывезу. Она его спросила, почему? Это связано, говорит, с прошлой отсидкой, он ей сказал, да. Он знал, что его убьют. И это все, ему уже дали намек, вот в 6-м СИЗО это все идет оттуда. И по прибытию века 10, там, естественно, сарафанно, как говорится, радио работает, видимо, вот. Хильдебаев дал намек, что это был заказ. И опять же его вынудило. Он очень, как говорится, брыкался, не хотел ничего говорить, но он дал намек, что это был заказ. Я его поняла. Ну, потому что, наверное, он бы еще не успел здесь, да? Но он только приехал. Ну, вот, вы понимаете, вот, если логически рассуждать, если бы это сделали зэки, ну, в силу там каких-то своих разборов, скажем, да, конфликт какой-то, то это было бы на совсем другом уровне бы это было бы расследовалось. То есть сами бы сотрудники колонии, они провели бы расследование, они бы выдали всю информацию полностью. Вот все. Это бы настолько быстро стало расследоваться, за два месяца закончили бы. Все, уже посидели все, да. Да. И никто бы никого не пожалел. Это так было бы. И никто бы никого не прикрывал. Но здесь, вот мы видим, здесь другая картина. Здесь, наоборот, делается все для того, чтобы улик не было никаких. Показания одни и те же, прямо вот одни и те же. Типичные. То есть расследование от обратного, да? От обратного, да. То есть привести как бы вот к результату. Привели, привести к результату нулевому. Вот. Вот это мы видим. Поэтому сомнений никаких нет, что идет укрывательство особо тяжкого преступления. Путем сокрытия, то есть прикрываются суицидом для того, чтобы скрыть вот по сути убийство. Да. Все данные, которые стали известны также, да, в ходе расследования уголовного дела, известны следователю, да. То есть вы правильно говорите о том, что речь идет именно о сокрытии особо тяжкого преступления. Это должностное преступление. Должностное, да. На сегодняшний день. В том числе. Именно уже со стороны должностных лиц. Одно преступление, которое совершили в отношении вашего сына, а другое преступление, совершая должностные лица, укрывая тех, кто совершил это преступление. То есть вот что на сегодняшний день происходит. И вывод это то, что это действительно сотрудники колонии сделали, а не зэки. Так же, как Наталья Евгеньевна сказала, что если бы это были зэки, давно бы все уже было известно. И во всех показаниях все говорят, что у него ни с кем не было с осужденными конфликтов. И в одном показании, я не помню кто, там он сказал, осужденный было, что его вызывали, вот видимо, на допрос к Тупицыну туда, на разговор. И вот он после того пришел, но это так, если посчитать, это было числа 16-го. Он пришел очень загруженный. И потом, как говорится, он замкнулся и ни с кем вообще не общался. А до этого у него настроение было там хорошее. Что у нас, допустим, даже было с камерами, да, вот которые на промзоне, они тоже не дали никакой информации, видеонаблюдения, я имею в виду? В одном единственном вот цехе в нашем, где все произошло и были сломаны камеры. Везде они исправны. Везде работали. Да, только здесь. Скажи, ты хозяин Македон, если у тебя на травмоопасном производстве сломаны все камеры. И, как говорится, чуть ли не год с лишним они у тебя не работают. Так это значит, что у вас для чего это нужно было сделано? Значит, у вас не едино же там людей убивали? Так получается вывод-то? И вот даже если представить, что это был заказ, но тем не менее, вот я говорю, это все организация, организация, оно же было уже организовано вот здесь, да, чтобы отключить камеры, да, то есть делать о том, чтобы не было лишних свидетелей. И, как мы знаем, в этот день у нас осужденные почему-то не пошли туда, вот именно к этой территории, где вот все произошло. Почему? И проверку не проводили сотрудники колонии утром. Тоже в материалах проверки это сказано. Никто не ходил, никого не проверял. Ну, хотя это промзона, и у них тоже есть должностные инструкции, как, то есть там процесс рабочий должен быть организован, когда они приводят осужденных, да, как они работают там под, так скажем, да, контролем и наблюдением. Это же еще особо опасное производство, да, и травма опасная очень. У них сказано инструкция, что каждую полчаса они обязаны их ходить, проверять. А там ничего этого нет, то есть ни осужденные туда не идут, ни сотрудники туда не идут. Причем с утра уже не пошли. Уже с утра не пошли, потому что вечером, то есть с утра уже в колонии было известно. И вот как пишет вот это вот Кельдебаев, ну, хоть бы ты подвел тогда цифры или что, если в материалах проверки известно, что пишите вы, что это произошло 15-15, то есть 15 минут 4-18 числа, он типа совершил мой сын суицид. Почему Тупицын тогда в 2 часа дня уже об этом знает? Вот эта нестыковка, она у нас где? Она у нас в постановлении, о постановлении о прекращении уголовного дела. И в показаниях Тупицына, вот уже в уголовном деле. Он знал, чтобы он знал об этом и в час или в два, да? В 2 часа дня в 14.00. А событие, которое произошло в 15.15? Да. Это в показаниях Тупицына, вот, в материалах уголовного дела, и это вот постановление Кельдебаева. Ну, что-то вообще из ряда вон выходит. То есть вы даже, как бы, они даже, то есть они либо торопились тут уже постановление о прекращении вывести, да, что вот эту даже цифру перевести, как бы, в соответствие... Рано уже выведено, это просто ссадино. Но с учетом того, что Тупицын никогда не врет, соответственно, мы же можем сделать вывод, что врет Кельдебаев. Да, кто-то и врет. Да, вот против Тупицына уже здесь никак не попрешь, что он не врет. Это доказано полиграфом и специалистом. А Грина Викторовна, ваши действия дальнейшие? Будем дальше бороться. Все равно мы будем подавать вот в суд с Натальей Вадимовной, обсудили, да, Натальей Вадимовной? Ну, что можно сказать, да, если у вас есть какие-то вещи, которые вы там хотите, чтобы пока об этом не знали, мы не будем их озвучивать. Само постановление, к сожалению, вот мы, конечно, хотелось бы быть объективными до конца. Да, почитать бы еще. Хотелось дочитать, ознакомиться с материалами дела, с оставшимися 12 томами. Но, к сожалению, нам вот сегодня опять же препятствует, мы полагаем. Так что просто препятствует в ознакомлении с делом. У нас 18 томов. У нас есть еще информация из прокуратуры о том, что они почему-то ознакомились только с 11 томами. Вы ознакомились с 6 томами, да, то есть и следователь уже не в первый раз вот вам отказывает в том, чтобы дальнейшее ознакомление происходило. Ну, то есть вот как противодействие было, так оно до самого конца и продолжается. Конечно. Просто мне кажется, Галина Викторовна, что надежда на то, что вы уже потратили столько времени, вы потратили столько денег, да, то есть столько ресурсов. Ну, вот я сужу просто по истории, которая была тоже и с Артемом Трониным, потому что действительно там эти три года, да, ну, вымотали родственников, одна мама у него, да, то есть это же московских экспертов приглашали, и рецензии, экспертизы. Все, опять же, было тоже за счет родственников, да, потому что следствие работало от обратного, то есть нужно было привести к прекращению любой ценой, да, вот. И, конечно, ну, можно понять людей, когда у них уже вот не остается ни сил, ни ресурсов, да, бороться с системой, которая не дает, да, то есть которая все равно не дает тебе вот справедливости и доказать, да, то, что действительно произошло. Ну, не в вашем случае, как я понимаю, да, то есть что вы все равно не остановитесь. Я не остановлюсь. Я Кильдебаеву так и сказала, говорю, все твари, все ублюдки ответят за смерть моего сына рано или поздно. Их все равно жизнь мордой размажет об асфальт, кровь. Он же у вас тоже совершил преступление. Он, говорю, от него уже. Он за это преступление, я, говорю, я его, как говорится, не поддерживаю, я, говорю, я его за это преступление осуждаю, но он за него ответил. И никто не давал права так поступать с моим сыном, лишать его жизни. Была надежда, что будет расследование, да, именно потому что был такой резонанс. Потому что, к сожалению, да, то есть мы знаем, что жизнь осужденного, она там стоит очень мало. И никто не расследует ни суициды, которые там происходят. То есть там эти вот чувствуют этот отдел, в котором три колонии, да, так скажем, на территории находятся. То есть для них вот штамповать эти отказы в возбуждении уголовных дел по фактам суицидов осужденных, да, там причинение вреда здоровья на производстве, а сколько у нас там травм вот этих вот, да, производственных, что они там коллегами, инвалидами остаются, и по другим, то есть для них это привычное дело. Поэтому, но тут-то казалось, что вот не будет как всегда, понимаете, почему вот не укладывается до сих пор это в голове, потому что, что они это дело смогли похоронить так же, как они хоронят все остальные преступления в отношении осужденных, которые совершаются. Вот вы говорите, пришли в морг, да, то есть вот до нас дошла информация, ну понятно, о таком она дошла, да. А скольких мы вообще не знаем, вот 8 там трупов. Опять же, что случилось? Почему? Что они все от старости умерли? Там что с ними произошло? Вы говорите, обгорелые какие-то были, да? Здесь взял их два, здесь один. Мы знаем, что произошел пожар. У нас нет данных, что были при этом погибшие. То есть они скрывают все, понимаете, там просто, как сказать-то, утрамбовываются в землю и хоронятся, да. И вот как рассказывала мама тоже Артема Трояна, если бы она не приехала 3 января, его бы похоронили, и все, никто бы не узнал, что произошло. То есть криминальные трупы просто там хоронятся, если родственники не хватились, да, так скажем, все там без вести пропавший. То есть это для них рутина абсолютная. То есть жизнь копейка там человека. Да даже ни копейка, ничто. У нас люди совершают преступления и умышленные, и неосторожные, и люди несут наказание за эти преступления, да. Но кому повезет, те отбывают условно, там еще как-то. Но кому уж не повезет, те, как говорится, направляются в места лишения свободы. Но ведь всем гарантировано право на жизнь у нас. Это конституция гарантирована. И человек, он едет исполнять приговор суда. У нас в приговоре суда нигде не написано, что применить какие-то там пытки к нему, либо еще что-то как-то. Этого ведь нет. То есть человек просто должен приехать и отбыть наказание, уехать домой живым и здоровым. Администрация справедливого учреждения несет ответственность за его жизнь и здоровье. Совершенно верно. И каждому человеку у нас гарантирована жизнь. И начнем с того, что он ведь и не скрывался ни от следствия, ни от суда, ни в первом случае в своем, ни во втором. То есть он изначально давал и признательные показания. Последний раз он отдавал наказание вообще по 264-й прим. Российской Федерации, да, он виноват, он отвечает. Он дает признательные показания, чем способствует раскрытию преступления. Что в первом случае, что во втором. Ну так извините тогда, господа, а почему вы все, имея, так скажем, звание, и причем офицерский состав, почему вы себе это позволяете? Вот что должен тогда думать человек, да, который вот узнает о таких историях? Он думает, да я зачем пойду сдаваться куда-то? Я не хочу, чтобы меня убили в этой зоне, да? То есть это как бы такое побуждение к тому, чтобы там сбежать, например, да? То есть вот он бы сбежал, он бы был бы в бегах, да? То есть он был бы живой. Да, он был бы живой. Опять же мы идем к чему приходим. У нас ведь все равны перед законом и судом. Но получается, что не все равны. Значит, кому-то можно, в отношении кого-то можно прекращать вот по таким страшным преступлениям уголовные дела, а кого-то, извините меня, можно... У него неумышленное получается, даже было преступление, это последнее. А следователь, само даже право на доступ к правосудию, оно у нас сейчас просто пресекается на корню. Ну, простому, простому, обыкновенному человеку. Следственными органами. То есть у нас следственный орган в данном случае, он должен ведь стоять на страже потерпевшего лица. А у нас наоборот. А у нас наоборот. Делается все, что вы за свой счет, пожалуйста, оплатите услуги адвоката, это ладно. Вы, пожалуйста, эксгумацию, хотя по закону она должна проводиться бесплатно в рамках уголовного дела. Все экспертизы. Все, все, все. То есть права на защиту, получается, у человека нет и на доступ к правосудию. Нет, права на доступ к правосудию сегодня, вот для того, чтобы восстановить свое нарушенное право, она не может. И мое право, которое прописано, как говорится, вот я подписываю, оно каждый раз нарушается. Каждый раз нарушается следователем. Спасибо большое, Галина Викторовна. Еще раз примите соболезнования, потому что два года прошло, но тут вы вынуждены просто этим еще и заниматься, вместо того, чтобы уже привлечь виновников, получить компенсацию. И, так скажем, да, вы вынуждены просто заниматься следствием, вы вынуждены заниматься вот этим вот расследованием. То есть вам не дают, так скажем, даже прийти в себя, что ли, да, то есть мы два года вынуждены вот работать, да, то есть практически. Жить вот этими мыслями, вот понимаете, это ведь насколько тяжело матери, да, мало того, получить своего ребенка вот в таком виде, вот в таком виде. И каждый день жить вот с этими мыслями о том, что тебе государство, по сути, не помогает. Я не могу его отпустить до сих пор. Вот я не могу его отпустить. И муж говорит, ты уже... Я говорю, я не могу его отпустить, пока я не докажу, что это убийство, пока все эти ублюдки-сволочи не получат по заслугам. Субтитры создавал DimaTorzok